Обновленный состав из четырех вагонов готов встречать пассажиров Самарского метро. Несколько месяцев поезд провел на предприятии в Санкт-Петербурге, где специалисты в заводских условиях переоснастили и добавили транспорту новую начинку. Первое рандеву поезда с линией Самарской подземки прошло еще утром после пуска наладки, во время обкатки. Вот сейчас прошел один новый вагон, как бы он не остановился на станции, мы поняли, что обкатывает новый вагон, я так поняла. Вот, поэтому мы рады, что у нас это все, так сказать, очень рады, что все у нас прибывает, то есть новый транспорт будет еще у нас, мы довольны, спасибо. Очень удобный транспорт, нам очень нравится, быстро, и здесь летом не жарко, зимой не холодно, в общем, нам очень-очень нравится. Смонтирована новая система вентиляции и освещения, теперь оно более яркое. В салонах полностью обновлен интерьер, установлены современные окна, более просторные сиденья. Изменился облик и остальных элементов, например, поручни и обшивки. По традиции на бортах изображена одна из главных достопримечательностей города – ладья. Капитально отремонтированный состав стал не только красивее, но и безопаснее. Изменения произошли во всех узлах, деталях и агрегатах, которые отслужили свой срок. Также заменили электродвигатели, колесные пары, рамы тележек. В салоне каждого вагона появились камеры видеонаблюдения, кнопка связи с машинистом и автоматическая система пожаротушения. Кабина также укомплектована современными средствами, включая монитор, чтобы в режиме реального времени наблюдать за происходящим в салонах. Безопасность пассажиров в приоритете у городских властей и сотрудников профильного муниципального предприятия. Ежегодно коллеги с метрополитена этим вопросом занимаются. Конечно же, объем средств нужен колоссальный для того, чтобы привести в идеальное состояние, соответствующее всем требованиям. Но в этом году более 50 миллионов рублей было вложено. В систему безопасности закуплено оборудование. И также ежегодно в это направление, этому направлению будет взяться особое внимание. Современная система пожаротушения полностью автоматизирована. Она работает по принципу «без участия человека», – пояснил Александр Севастьянов. Машинист одним из первых участвовал в обкатке капитально отремонтированного состава и успел оценить преимущества обновленных вагонов. Стоит пожарная капсула, при определенной температуре она открывается и порошку засыпает отчатку сгорания. После капитально-восстановительного ремонта срок эксплуатации вагонов продлили еще на 15 лет. Напомним, что задачу привести имеющиеся вагоны в порядок поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Произошло это еще в 2018-м. Соответствующий план был сверстан на годы вперед. Ремонтируют составы поэтапно благодаря государственной программе развития транспортной системы Самарской области на 2014-2025 годы. Конкретно в нашем городе подземные поезда направляют на капремонт с 2019-го. На сегодняшний день обновили 32 вагона. А уже на следующей неделе в рейсы отправится еще один электропоезд, в составе которого также капитально отремонтированные вагоны. Два вернулись с завода в этом году, два в прошлом. Эту работу мы будем продолжать, и это крайне важно с учетом дальнейшего развития метрополитена, в том числе открытия станции театральной. До конца строительства станции театральной нам нужно еще капитально отремонтировать 18 вагонов. Как подчеркнул первый заместитель главы города Алексей Веселов, пассажиропоток увеличивается каждый год. До конца 2023-го профильное предприятие ожидает рост количества пользователей подземки на 10%. Речь идет о более чем 12 миллионах пассажиров. Соответственно, нужно создать и комфортный интервал движения поездов. Его намерены уменьшить до 7-8 минут. В планах и модернизация всей транспортной инфраструктуры города, и улучшение качества пассажирских перевозок. Один из шагов – формирование транспортно-пересадочного узла «Пятилетка». Отсюда организуют перевозки по самым разным маршрутам для жителей города и области. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События.